Гениальные люди, которые сломали систему. Мама сказала мальчику, чтобы еда оставалась на кухне, а телефон в зале. И он так и сделал. Этому студенту сказали, что можно принести только один листок с подсказками на экзамен. Тогда он написал разный текст красной и синей ручкой. Он использовал вот такие очки. Если посмотреть через синий цвет, то видна красная ручка. Если посмотреть через красный цвет, то видна синяя ручка. Этот мужчина поднял руку и не отпускал ее 40 лет. Его зовут Амар и он не опускал руку 40 лет. Он решил поднять руку и держать ее там, чтобы ограничить себя от всей роскоши земной жизни. Мужчина сказал, что почувствовал сильную боль, когда он впервые поднял руку и держал ее. А теперь он ее вообще не чувствует. Мышцы на его руке атрофировались и он не может использовать руку, даже если бы он захотел это делать. Его рука застыла вот в таком положении и будет оставаться так всю оставшуюся жизнь. Гениальные люди, которые сломали систему. Эта семья решила сэкономить на ремонте и наклеила на стену бесплатные пробники для обоев. Учитель запретил детям есть еду в классе. И тогда один ученик не растерялся. Засунул сыр в тюбик от помады и весь урок ел его. У этого ученика было задание написать, какая страна владеет Гренландией. И в подсказке было написано, что это не Гренландия. И ученик так и написал, не Гренландия. Учитель зачел ему этот ответ. В этой школе нет домашних заданий, контрольных и даже кабинетов. В школе Агора в Нидерландах жизнь очень сладкая. Каждый ученик может собрать свой стол и эти парни используют капот от машины. Там учителя тебя не будут ругать за то, что ты смотришь мои видео во время урока. В этой школе можно использовать телефоны и ноутбуки, когда захочешь. Вот так выглядит обычный день в этой школе. Ученики начинают день с составления плана на сегодня. Дальше они делают свои проекты и собирают их прямо на уроки. Там есть тихий час. Это похоже на то, как было в детском саду. Там можно поспать. Самое классное в этой школе, что ученики сами решают, когда им начинать учиться и когда им уходить домой. Интересные факты про собака, которых ты не знал. Если собака увидела на вашем теле ранку или синяк и начинает облизывать его, не отталкивайте свою собаку. Собака пытается вылечить вас, потому что ее слюна содержит смесь, которая убивает бактерии. И в дополнение к этому язык собаки уберет всю грязь с ранки и она заживет быстрее. Если ваша собака что-то натворила и делает виноватый вид, то на самом деле она не чувствует чувства вины. Но она все-таки может это почувствовать, если сделает больно другому животному. Еще вы, может быть, не знали, что на собак очень сильно действует прямой контакт глаз. После этого они начнут вам больше доверять.